Более трех тысяч обманутых вкладчиков Волга Кредитбанка получили страховые выплаты по вкладам в общей сумме более полутора миллиардов рублей. Напомним, скандал разразился в январе этого года. В декабре у банка отозвали лицензию и вкладчики обратились в агентство по страхованию вкладов за причитающимися им выплатами. Тогда и обнаружилось, деньги со счетов давно сняты. На самом деле ситуация была невероятно тяжелая, невероятно сложная, потому что много трагических ситуаций случилось с людьми. То есть я не буду сейчас о них подробно рассказывать. И все люди даже в достаточно молодом и здоровом состоянии чувствовали себя не очень хорошо. Тогда власти разработали алгоритм, как получить выплаты в досудебном порядке. На сегодняшний день еще пять человек ждут свои деньги. Мы сегодня поименно знаем каждого человека из того списка, который осталось выплатить. Сейчас ведется работа по изысканию возможностей, ну скажем, регализации что ли тех данных, на основании которых мы сделаем выплаты. Следствие по делу продолжается. Сейчас 14 фигурантов, 8 из них находятся в розыске. По данным следствия, эта группа работала и в других регионах страны. Их попытки зайти еще в один банк и применить там ту же мошенническую схему, следственные органы вовремя пресекли. Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы все лица, которые причастны именно к этой ситуации, а ситуация связана с таким обманом большого количества граждан, именно понесли справедливое наказание и были привлечены к уголовной ответственности. Что касается руководства банка, следствие продолжается по делу о хищении в особо крупном размере. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События.